И да, всем привет, Шерси. Сёрстли. Что Сёрстли? В общем, мне нужен ваш рецепт. Кто готовил кальмары, и знает... Так, с кальмарами, и знает... Ну что ты начинаешь... Ну, нахуй тут... О, ничего, такая красотка сразу. С кальмара нужно снять плёнку, вроде, сначала. Я вам фильм. Я заменусь в билет. Тихо. Мне это соседей. А там были-то не нужны. Нужны? Не, ладно. Ну классно, не нужны. Ну, я могу тебе поблагодарить. Я скажу, ну, тут есть. Человечек можно, я его с тобой. А, кстати, здесь человек, кто сейчас смотрит. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты смотришь мой эфир, я забыла, как тебя зовут. Извини. А всем бесплатный вход сегодня? Я стол взять хочу. А, ну... Во-первых, билеты платные, во-вторых, я хочу взять стол. Смотри, что там билеты платные. Ну, потому что, вот, ну, Вера сказала, что... Вера? Надо звонить, да, потому что они сделали бесплатные билеты. Надо... Я сегодня узнавала, писала им, именно им, и они мне говорили. А, да, вход без платных. А что ты за билеты говоришь? Я не знаю, кто тебе про билеты говорит. И сегодня же Настя говорила, что им сделали по бартеру, типа, вход без платных. Это, я не знаю. Может, им сказали, что по бартеру вход без платных? Наверное, так бесплатно. Я не знаю. Ну, ты, я хочу стол взять. Ну, стол я могу тоже узнать. Ну, узнаем. Да, конечно, интересная ситуация. Те, это прямой фиг, Те, это. Так, ладно, немножко заговорилась. Что тут, что тут, что тут, что тут, что тут интересного? Привет, привет. А что начало? А я не знаю. Но нужно мне, я думаю, в 8 выезжать в 9. Футболка. Не знаю, откуда футболка. Это его футболка. Как снять... Вот мне интересно, а как снять эту пленку с кармаров? Я первый раз готовлю кармары, честно. Я их особо потому, что не люблю, но сегодня увидела и думаю, так, надо приготовить. Вы расстались, парни? Да, мы расстались. Такие вы халявщики, что халявщики. Ну, я как бы всегда бесплатно хожу. Не знаю. Сколько сейчас времени? Сейчас время 7 часов. У меня хотя бы одна резинка. Это вообще тот момент? Ты что добавляешься? Ну, смотри, чтобы не дынь заходила, не дынь заходила. 827. Там нет ничего дынь. Ты съел уже сам? Когда свадьба. Когда свадьба. А, больно. Очень жаль. Ну, бывает, да. Бывает, бывает. Ну, пока время надо. Живем вместе. Кипяток на пару секунд и достать снять пленку. Так, сейчас надо кипяток. Иди, Клайки, я готовлю кушку. Мама. Что, мама? Я готовлю кушку. Дави. Мама, не дай, не дай, не дай, не дай. Сейчас, секунду подождите. Так, набирай воду. привет братской привет только на пару секунд поставила кипячиться воду в общем честно я их вообще боюсь они такие противные я вот улиток до смерти боюсь эти вообще футки противные пока их мыла чуть не умерла и не знаю как это вообще как даже к ним прикасаться не знаю он вас мама называет называет это здравствуй привет все будет хорошо конечно же куда вечером собираетесь собираемся на вечеринку почему временно живите нормальный короче дальше короче дальше он сейчас уйдет спрячь куда он спрячет нет он когда уйдет короче давид кушает 24 на 7 просто все скажи один же один только один иди скажи два все больше не смысл короче чем смысл при них выходить прямой эфир если не хочешь но я ребенка не разрешаю показывать и я не хочу в прямой эфир а я шоу я конечно не хочешь сначала в кастрюлю я сейчас могу залезть тебе прям если я хочу возьму так и покажу конечно сначала в кастрюлю посоли поперчи туда их так ладно в кастрюлю дальше что делать в кастрюлю короче сейчас будем готовить кальмар вместе с вами обычно я готовлю типа по своей фантазии как знаю тут я не знаю как готовить поэтому буду готовить с вами посмотрим что при получится так посоли поперчи так соль персить тоже точно по моему наверно когда уж жарить буду нет насколько начало посмотри там не пишется а бесплатный вход до 9 вечера пишется ну то есть во сколько там еще люди собираются до скольки все это будет до 11 до 12 в принципе работает давид все больше нельзя жди пока я приготовлю покушку воду в кастрюлю свою серьезно что ли я посолил уже ладно в общем-то норм у вас удачи во всем спасибо большое короче посолила поперчим дальше еще кто-то сидит я сам привет привет нормально а где еще сидеть она кстати на удивление даже с утра хорошо локоть а ой ой спасибо а а что сестя по моему со нами сейчас сельская что он просит хоть что есть давид сейчас я подумаю что мы тебя не корр меня напишут он сникерсы увидел давид это как это просто пустой пакетик честно хочешь я тебе яблочка дам яблоко будешь яблоко а банан а банан Банан будешь? Банан будешь? Да, давай. Давай новый холодильник, так классно. Хочется? Мама, мама. Мама. Давай. Мама, мама. Ой, сколько. А если реально подумаешь, что он голодный? Давид. На. Так. Что? Банан. Какая молодец, такие комплименты. На, кушай. Что он просит хоть поесть? На самом деле, Давид очень любит покушать. Он ест даже больше, чем я. Вот я иду на кухню, и он сразу же бежит за мной, думая, что я дам саму покушать. А мама есть у мальчика, он с папой и с тобой всегда. Нет, его папа родил. Его папа родил. Мальчик, хотите прикол? Я купила, ну, очень много резинов. Купила крабик. И чем я вообще, ну, волосы свои закрепляю? Может, он не наедается? Лен, ну, мне и так жарко. Ну, откурчало, грех было не вытащить. Может, он не наедается, я не знаю. Но он ест... Смотрите, вообще, его график питания. Он просыпается в 5, ну, в 5.46. Я даю ему чуть-чуть смеси, чтобы он... 5.46? Ну, в 5.6. В 5.6 утра. Даю ему смесь. Потом он просыпается, я даю ему кашку с йогуртом, перемешиваем, там что-то такое. Дальше он... Если он в садике, кушать в садике. Потом обед, перекусы, потом пробу, ужин, смесь. Ваш мужчина не переживает из-за вашего... Ой, все, не хочу. Из-за вашего чего? Что с ребенком? Из-за вашего чего? Что с ребенком всегда? Что с ребенком? Что из-за вашего чего? Ничего. Что с ребенком, Сташ? Из-за вашего чего? Из-за вашего чего? Ваш мужчина не переживает из-за вашего чего? Из-за вашего чего? Он не знает. Из-за вашего расставания? Из-за вашего? Да. Кто рядом? Леня и Давид. Твой мужчина из Москвы? Нет. Он из Одессы. 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 Обидно, ты уже много обидел. Я это обиделся. Мне туда. Пить хочешь? Пить. Чего я делаю? Меня бесит уже. Дай ему пить. На. Холодное, Давид. Почему у меня вода кострюля не закипает? Это твой ребенок, да, мой. Не рожала, но мой, да. Алина, лайкни мою фотку, плиз. Хорошо, Давид. Вы классные, спасибо. Давид, ну? Нет, нет, не еда. Алина, это не еда. Идем, папа, распить. Пошли. А где его пилочка? Папа красавчик. А спроси у него, он ходил пил. Да, он это не хочет пить, да. А что он хочет? Молоко. Так дай ему. Оно холодное. Так подогрейсь в воде просто горячей. Давай. И ты вам себе два глотка. Это хочешь? Да. Я тоже Одесса говорю. Одесса, нет такого города Одесса. Нас познакомили подружка, которая сегодня родила. Что за мама оставила ребенка? Давайте мы не будем это комментировать. Так выяснили, что папа родил. Какой отверстие мне интересует. Многофункциональность. Поэтому я за собой потрогаю теперь. Поэтому что? Это такой юморан. Все, у меня жарко стало. Что говорит твой мужчина в ней? Это его любимая тема. Давай. Это не любимая тема, но приоритетная. Но так как большинство сейчас подписчиков из РФ, поэтому я лучше буду молчать. А то начнем ругаться. Возможно. Вот почему туча на льда, но она не горит? Потому что... Но они даже, смотри, вообще не теплыми становятся. Она горячая. А что она тогда не греет? Но смотри, вода теплая уже. Красивый цветовод. С каким цветом красилод? Не знаю. Он думает, что ему кушать дает. Я вам просто 5 секунд покажу. Отвернись. Все уже. Так неинтересно, Дэвид. Что там, Дарис? Иди, иди, бери. Что там? Там что? Мам, разуме, что он делает? Все. Он, в общем, научился залезать везде и всюду. Теперь ничего от него не уберешь. Мы видим его в хладильнике. Пусть ходит без трусов. Ему жарко. И, на самом деле, мы приучаем его к горшку и без памперсов. И он, короче, снимает свои штаны и бегает без них. Мы видим его в хладильнике. Мы хотим послушать мнение о вне правды, даже если мы без наших комментариев. Ой, я не хочу это. Тем более, он пошел работать. Сейчас, Дарита. Подожди, Дарита. Так. Вообще, честно, очень трудно ребенка приучить к горшку. Это просто нечто. Это, ну, вот так головой надо хочется подариться. Так, сейчас. Даем вот такие вот молочко. Такие, такое. Держи. Сегодня, в общем, делала клиентки волосы. Девочки, подружки. Познакомилась, когда ходила к Лере в гости. Сделала хвост. И теперь у меня волосы как... Так, ругаться сладкие. Я про мужчину думаю, что... Посоветуйте сериал «Черная любовь». А так мы сейчас смотрим, по-моему, какой-то ключ. По-моему. И что-то тут не помню. Ой, ну красотка. Счастье вам. Спасибо. Счастье, конечно, да. Гольненьким ходить полезно. Особенно мальчикам. Да. Мы его у Насти уже видели. Какой Настя? А-а-а. Да я же его... Тебя уже видели, я же сказала. Да что, я его не скрываю. Рано вам еще до горшков, мне кажется, малыш. Да ему вот 17 апреля будет 2 годика. Как рано? Не рано, это нормально. Но он пару раз ходил, а так он не очень любит. Устаете? Честно, да. Ну, доуставала очень сильно. Устаю, когда, например, он просыпается слишком рано. И Леня, как обычно, спит. Вот. Сижу с ним, потом иду дальше спать и отдаю папе. Почему уехали из Турции? Из Турции мы уехали, потому что прилетели сюда, решили. Какой у вас рост и вес? Рост и вес. У меня 163 рост и 47 килограмм. Покажи личку мужа. Да нету мужа. Где вы видите кольцо на моем палец? Я не замужем. Про ребенка это видели. Что видели? Тот уже не мальчик. Кто, Леня? Конечно же, не мальчик. Так. Вообще, на самом деле, обожаю ходить в футболках. Иногда даже красиво одеваюсь. А мужчина старше вас по голосу вроде да. А ему нет. Он старше мне всего вам на полтора года, что ли. Но честно, изначально вообще, когда мы начали общаться, первое, что меня, так скажем, зацепило, это его голос. Ну, я ему это и говорила, в принципе, что. Единственное, что это такой голос. Попробую сразу, но унитаз как взрослый. Нет, он не получается. Но унитаз, он кричит, плачет. А вы где сейчас что-то упустила, когда уехали из Турции? Я сейчас в Турции. Ой, в Таиланде мы сейчас. Не в Турции. В Турции мы улетели два месяца назад. Смысл уже прятать лицо. Вы уже видели не раз его сама палишь. Так, а кто его прячет-то? Welcome, my прямой эфир. Я-то не прячу. Ладно, как мне готовить кальмара? Скажите, пожалуйста. Вот они сейчас у меня закипают понемножку. Сейчас я крышечкой прикрою. Как так получилось, что встретила мужчину с ребенком? Бог послал. Не знаю, как сказать еще, как я встретила. Нас изначально познакомила подружка. Мы начали общаться. Потом я сначала думала, что это его братик или племянник. Не знаю. А потом в ходе общения узнала, что это его ребенок. Ну и как-то так все произошло. Класс Таиланд. В директе про кальмара в директе. Блин! Ну я же не могу сейчас выйти туда и написать. Не пойму, вы расстались? Не могу сказать. Да. Да, мы, короче. Все, я подтверждаю. Да, мы расстались. Не испугалась что-то с ребенком. Я не знаю, как так все получилось, но меня это не испугнуло. Я как бы мало человека знала. Короче, не знаю, как объяснить. Честно, не знаю. Ну как-то так получилось, что мы начали общаться. Потом мы потом как-то так. Давид, ты уже много кушал. Это печеньки. Сейчас, если сварю, кушать приготовлю, ты будешь есть, ладно? Да. Да. Да, 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 да. Ням-ням, будешь, а? Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да. Давид, как меня зовут? Да. Как меня зовут? Кто я? Давид? Давид. Кто я? Хотя он позавчера первый раз вообще. Так он называет маму. А позавчера он назвал меня Алина. Прям так четко, ну как не четко, конечно, а Алина. Вот. Смысл же был. Так. Алина, лучше в Ютубе, глянь, тут совсем не о еде. Ну, понятное дело, я здесь не хочу. У меня лучше проверенный способ, а то я однажды приготовила, короче, по рецепту, который видел на Ютубе. Давид, на горшочек. Ты пить-пить хочешь? А я тебе ням-ням дам. Печеньку будешь? Садишь на горшочек? Да. Давай, пойдем. Пойдем, садишь на горшочек, посикаешь, я дам тебе. Сейчас, Давид, подожди. Свет. Свет включим. Садись, Давид. Садись на горшочек, а тебе печеньку дам. Пись-пись, давай. Садись. Садись, Давид, садись. Ай, блин. Давид, больно? Садись. Ну, туда не хочешь, я тебе печеньку не дам. Все. Ну, по горшку кручи мне прям в ногу. Познакомилась с коллегой с аналогичным голосом. Забавно, что его тоже зовут Леня. Ему было 23 на тот момент, по телефону все думали, что это взрослый мужчина. Но сначала я тоже думала, что он намного старше, когда мы общались. Такая хорошенькая, но ты в прямом отвори с ними кожу, выверни его и вытащи трубку. Какую трубку? Не знаю, что такое. Почисти, потом делай, что хочешь. Гриль и вали. Я хочу потушить. Потушить. Давид, у тебя есть. А где я тебе молоко давала? Больше тут ничего тебе нельзя. Как, как, как? Как, как, как? Дай, дай. Нет. Нет, не кричу. Вот такие вот манипуляции бывают. Да, Федь, нельзя. Нет. Ну, такая замечательная, как так-то. В жизни так бывает. Ты тоже не спрашиваешь, да? Давид, не плачь, пожалуйста. Ты же, если не плачешь, ты ноешь. Ну, все, не хочешь, как хочешь. Я не буду, естественно, твоей манипуляции. Нет. Я тебе сказала, Давид, я тебе дала бананы, я тебе дала печенье, какую-то вкусняшку. Ты меня обманул, когда сказал про горшок? Еще меня больно сделал. Нет, Давид, все. Нет. Нет. Ребенок в садик ходит, да? Один. Что один? Один. Что ты хочешь один? Один. Что один? Один. Один что? Мой дом. Ладно. Что один? Покажи мне. Что ты хочешь один? Что? 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 Даже не знаешь, что выбрать, да? Сам просишь, сам не знаешь, что. Что? Хлеб? В садик ходит, да? Мы его забрали в четыре. Хлебушк. Ты хлеб хочешь? Да. Давай. Кальмаре вроде недолго варится, чтобы жесткий не был. Да, вода еще не затупила, да, чтобы вы понимали. Держи. Все, не плачь, не плачь. Отварить кальмар, отварные яйца, нарезать, обжарить нерезанные шампиньоны, зеленый лук и сыр. И нафаршовать кальмар в духовку. Блин, я хочу как-то сделать его в сливках, что ли. Тебе на ребенку пофигу, да? Пофигу, да. Именно пофигу. А вот если вы расстанетесь с парнем, каково ребенку, так и будет разных мам видеть. Такое же потом будет. Ну, у меня есть женщина. Ой, я не хочу это никак комментировать. Безусловно, это определенная травма. Я не хочу это обсуждать, честно. Я не считаю нужным это обсуждать в эфире. Что, как, зачем. Это уже немного не то, что нужно. Можно нарезать кальмар кольцами и вслед. Вот я так что-то такое хочу. Почему такие краткосрочные отношения, Алина? Думаю, уже на долгие годы спростили. Вы мне такие вопросы задаете? Я как будто, блядь, сама что-то. Как объяснить? Я же... Как объяснить? Как вам сказать? В жизни бывает разное происходит. Бывает, люди сходятся, бывает, не сходятся. Бывает, устраивает, бывает, не устраивает. Разные причины. Я пока ничего не хочу. Интересно, какая любовь с ним, родной ребенок? Какие чувства? Интересно, что? Ну, вам не понять, если вы задаете такие вопросы. Такая любовь к неродному ребенку, какие чувства. Ну, значит, вы и другой человек. И это вам не понять и не объяснить. Поэтому смысл мне что-то вам говорить. Поставь телефон. Сейчас поставлю. Мне просто, наверное, я же хожу и разговариваю. Давайте другую тему сменим, потому что, ну, как-то, ну, не особо хочется это обсуждать, если честно. День у нас чеснок. Алина всегда любила детей и животных, и вообще всех беспомощных малышей. Даже под дону два было видно. Главное, не передерживая по времени. Во время тушения, иначе будут резиновыми карамарами. Аж сколько их нужно тушить, я же не знаю даже. Сколько по времени их нужно тушить в сливках? Просто вопрос был, если расстанутся, что с ребенком? Что с ребенком? Ребенок был с папой. Будет с бабушкой, с дедушкой. Не знаю. Да я верю, что она любит. В общем, я приготовлю сейчас по своей фантазии. Если получится вкусно, получится вкусно. Я вам потом расскажу. Поделюсь, что вышло. Вообще, на базаре продается чищеный чеснок. Это намного удобнее. Но так как нет было налички только карты, а на рынке не принимают карту, приходится стоять чистить самой чесночек. Надо сперва в кипящую воду окунуть, несколько секунд вытащить. Я вообще не буду солить. Все. Я не влюблена, чтобы перестали. Так. Короче, как приготовили, так приготовлены. Да, я поставила их варить. Месколько их нужно отварить. А с чего все начали писать, что вы расстались и живете вместе. С чего, с чего. Тут многое, что пишут. Фу, сейчас там у меня жарко. Хотя стоит сучен кондиционер. Что любимое в Таиланде из еды? А что в Турции? Честно, в Таиланде я ем только домашнюю еду. Но мне она больше нравится. И даже если я не готовлю, что заказываю, я предпочитаю больше всего что-то из нашего родного. Там пюре, котлетки. Не знаю. Тайская еда мне как-то не вдохновляет. Вот. А в Турции? Ну, в Турции все ела. Нет, Давид. Нет. Нет, ты уже все съел. Нет. Тай. Тай. Жди, нормальную еду. Нет. Тай. Тай. В Таиланде есть? Да, есть. Их очень много. Но мастеры не все. Мастеры не все профессионалы. Вот, Давид, смотри. Ты сейчас встал, это тронешь, и на тебя вылезет весь кипяток. Нет. Я сейчас подумал, что ты вечно голодный. Нет. Что мы тебя вообще не гормли. Нет. А в Россию не хочешь? Нет. А я думаю, что раз папа позволил ребенку находиться с вами, значит, он вас ценит и доверяет. Это говорит, что отношения у вас серьезные. Будем ждать. Ладно, проехали. Сколько тебе лет? Мне 27. Ты что, 27? Да, мне 27. Хлеба дайте им. Да, он уже очень много поел. Я больше не хочу ему ничего давать. Он все закидывает в себя. И то есть, если даже ему не даешь, он начинает истерить. Алиночка, накорми уже его, а потом кормуаром готовьте. Господи, давать его не будете меня учить. Вот я же советую. Я знаю, когда его кормить и что мне с ним делать. От того, что он ходит и говорит дай ням-ням, это не значит, что он хочет кухнуть. Это значит, что он хочет шоколадку. Он хочет что-то, не знаю, вредное, сникерс, которое ему нельзя. Или десятый банан по счету за час. Поэтому давайте я буду сама решать, что делать. Дэви, ты уже говоришь, что я тебе это не кормлю. Понимаешь? Да. Да. с родителями часто видишься, но как я могу видеть, если я в Таиланде. Когда жила в Москве, виделась часто, да, сейчас, ну, само собой, определенно, не так часто. Может, у него нехватка витаминов или еще какие-нибудь проблемы, куда столько влезает. Я не знаю. Мы все это скидываем на то, что он растет. Сколько ему? Ему два годика будет, снятство. Он не голодный. Ну, ты можешь подождать. Главное, чтобы ты хороший, добиться глазу. Покажи витамин, потом, пожалуйста. Сейчас я на свои головы что-нибудь придумаю, а потом обязательно вам покажу. Мой, что это? Что это? Это звучит. Иди спустись, пожалуйста. Поиграй. Отвлеки, потому что мне нужно приготовить кушать, чтобы папа был не голодный, а сытый. Что это? Это животик, Дэвид? Не знаю. Где ты знаешь? Что это? Что это? Что это? Это теснок. Маникюр классный. Спасибо. Не знаю. Что не знаешь? Это сырая картошка, Дэвид. Ой, там Маша ответила папа про голодную. Ладно. Пошла я готовить дальше. Всем вам хорошего вечера, но, наверное, позже я тоже выйду. А то я сейчас так и буду целую вечность готовить, отвечая на вопросы. Все. Все пошли к Лене смотреть загадку. Ха-ха-ха. Не получится. Не получится. Субтитры сделал DimaTorzok.